итак сегодня у нас хаул коска значит конечная цена давайте я вас проведу по списку как всегда у нас папа сегодня ездил сам так грубо говоря по списку пошел но все равно там от себя кое-какие вещи купил это всегда там расчеркивают в конце когда вы ходите вам расписывается поэтому он такой исчерканный общая сумма 287 долларов 12 центов давайте посмотрим что было приобретено вы знаете что мяса всегда наберу набираю много потому что мне его хватает примерно на месяц полтора может быть вам покажется это много мяса но мы едим много мяса относительно к другим людям как я уже поняла которые живут в бывших советских странах в принципе вообще здесь мясо едят много плюс у меня расчет на то что ко мне приезжают гости и будут сейчас выходные у детей выходят на каникулы поэтому в общем кормиться нужно будет постоянно поэтому значит что у нас было куплено значит три упаковки фарша одна говяжья две свины одна упаковка фарша практически сразу идет на рулет который я буду делать для гостей остальной фарш я смешиваю пополам значит говяжий со свиными делаю либо на котлеты либо на пельмени либо там на зразы какие-то и в общем бесконечное что я делаю из фарша потом я костю попросила взять филе соломона то я сейчас вижу конечно что он взял не то филе которое я просила я просила совсем другое филе взять такое которое я могу его на суше потом и ну значит только запеку получится запекать буду две упаковки яиц потому что опять-таки выходные дети едят у меня омлет дети едят вареные яйца выпечка у меня сейчас естественно потому что с моим китчен эйдом без выпечки не обойтись естественно везде под два минимум яйца от двух до четырех яиц плюс будут гости хочу сделать яичные салаты ну короче яйца у нас уходят по черному поэтому эти две упаковки ну принципе мне практически ну на месяц где-то так хватает но с учетом того что сейчас праздники выпечки это будет быстрее уходить майонез косковский тоже опять-таки сейчас на какие-то там салаты на выпечку у меня уходит майонез и на вот типа яичные салаты так дальше это требует майонез в основном выпечка и вот на салат который я запланировала молоко дальше две упаковки здесь пулечек вот куриных тоже я и на бульон беру и в духовку с картошкой и в общем курица уходит быстро кости от себя взял вот такие две упаковки ну колбасы это нарезка пастрама не знаю просто мясо вот это фирма пилсбери то есть пиллерс я вам уже не один раз говорила то что мы берем их не вот их не же сосиски тоже пиллерс это на завтрак на выходные мы делаем их мы их варим они такие подкопченные немножко мы говорим на выходные а это на бутерброды детям тоже сейчас будет и в школу можно будет и дожки брать сыр в основном для меня в семье основной едок это я сыр и ем я вот это хаварти сырок это две сметаночки в упаковке идет сметана всегда нужно это хомус две упаковки это нарезанные грибочки это банана бред очень очень любимый всей нашей семьей он стоит недорого 5 99 и он очень вкусный и там орешки внутри классно вот а костя взял сегодня биологический у нас органический биологический кетчуп что габриэль ты хочешь что на папа тебе даст колбасу у нас упаковка идет четыре килограмма чипсы или френч фрайс то что называется я его делаю в духовке опять таки то что приезжают гости это все будет с детками потому что сейчас где две недели каникул даже ну вот с выходными это все будет конечно для меня вообще бесконечное количество дней я в духовочку бросаю просто и к этому я делаю там либо сосиски либо я просто им делаю под же прижариваю я вам говорила уже как он называется кукурузу или просто я даю с помидорами огурцами потом костя взял замороженные такой вот микс фруктов можно смузи мы просто любим вот так вот мы смузи не делаем мы небольшие я люблю очень смузи но так как в семье моей только я и дети мы так любим но не не сильно едим мы любим с костей просто вечером так на блюдечко выложить себе и вот кушать просто возле телевизора костя обожает я не очень я люблю свежий пинэппл это ананас я люблю свежий костя вообще любит в любом виде его но мы берем его в замороженном виде потому что ну целый ты не скушаешь когда ты его открываешь потому что невозможно потом чешется весь рот да вот а вот так вот две-три штучки потому что небольшие куски достаточно на тарелочку прикольно это тоже блюберис очень естественно полезно с него смузи супер просто даже вода и вы берете просто воду скажем там стакан воды стакан блюберис шикарный смузи полезный многие это вместо завтрака даже делают но мы тоже выкладываем на тарелочку для глазок это очень хорошо вот такие три заморозки упаковки значит здесь у нас два килограмма здесь почти меньше чем два килограмма это три масла потому что она самая дешевая вкуска получается я взяла три упаковки что у меня уже совсем нету опять-таки и на выпечку и чтобы всегда у меня было ансалтед баттер потом на завтрак мы делаем в обычный день квакер то есть овсяная каша стопроцентная так сказать грейнс то есть она не перемолотая не измельченная полную хлопья потом смесь для панкиков у меня как раз закончилась вы знаете по воскресеньям я тоже делаю на завтрак именно перекус детям панкики тем более идут каникулы это кости на работу такие батончики их тут сколько штук 24 штуки значит тут они идут с пинат баттер орешки с овсянкой овсяными хлопьями и с миндальными орешками вот я вам покажу вот так вот они выглядят это 24 штучки вот такие разные вот и мишкины лапки тоже набор куда в школу мы берем и на перекус детям тут их 32 штучки по две штучки в упаковке они у нас расходятся просто все вот это был хаул из костка примерно эти продукты на месяц я думаю что это уйдет быстрее чем месяц эти больше чем на месяц это примерно на 2 месяца это примерно тоже на 2 месяца это ну 24 штуки считайте на 24 дня ну если дети не захотят приложиться к этому это тоже на месяц вот этих масла больше чем месяцем тоже на 2 ну и все все вот что на этом столе то это на месяц на этом столе на месяц так что вот это был наш наши покупки сегодня костя сходил все купил вот что мы смогли приобрести на эту сумму денег получается напоминает 283 доллара 64 цента с налогом плюс 300 налог 348 доллара то есть 287 долларов потому что в принципе на еду налога нету но на не переработанную то есть нон-процесс фуд то есть там фрукты, овощи, какие-то вещи которые не обработаны например каша она тоже не считается обработанным продуктом и замороженные продукты по-моему тоже нет но все вот эти батончики, шоколадочки все вкусняшки короче это уже переработанная еда поэтому на это идет налог вот и все думаю было вам интересно смотрите мои хайлы бай бай так еще я не сняла часть от наших покупок сегодняшних Коско была туалетная бумага и вы можете видеть, что здесь есть 30 роллов кажется, что это немного но здесь 425 кусочков вот этих маленьких то есть 148 метров 148 метров это очень много вот тут еще написаны объемы на самом деле видите написано еще так же, что это Safe for Septic System то есть она легко смывается в унитазе хорошо я что хочу вам сказать что как бы кто берет бумажку в Коско она конечно немножечко не очень стандартная потому что сам рулон очень толстый если вы берете, вам надольше хватает но это буквально один день и у вас как бы рулон становится нормальным и вы его вставляете в эту вставлялочку потому что обычно в вставлялке в этой он достаточно туго крутится но это считается, что в Коско более выгодно покупать именно туалетную бумагу то есть мы уже знаем, что в Коско есть продукты которые более выгодно покупать и менее выгодно покупать или скажем там просто вообще не вопрос того покупать это в Коско или в другом магазине потому что ну просто как бы разные вещи вот именно это именно туалетная бумага и по-моему также бумажные полотенца но не все там есть разные но именно киркландовские то есть их не асигначур и их не производство самое выгодное брать поэтому в общем короче берем и бумага сама по себе достаточно она как бы плотная она хорошо, то есть вам не надо там крутить этот рулон чтобы там подтереться, извиняюсь вот, а там достаточно нескольких кусочков они достаточно как бы плотные, хорошие поэтому то есть ее надолго хватает то есть нам вот этого упаковки ну с учетом того, что у нас гости прилетает Костин брат с женой в феврале то есть и там понятно, люди приходят, гости приезжают то есть это быстрее допустим уйдет ну я думаю, что где-то на полгода точно этого должно хватить на полгода точно будем посмотреть вскрытие покажет с подпись вот вот вот